27 команд с 5 краин света по традиции принял властный палац творчества «Дятей и молоди». Сярут удельников турниру команды-пераможцы и призеры чемпионатов европейских краин и наибойнейших международных споборниц. Для поравнания у самым первым турниры в 2004 году удельничали только Беларусь, Россия и Украина. За годы основания конкурсу своей силы на этой гульнявой плясовцы выпробовали команды многих инших краин. Все лето заявки на удел так само подали Латвия и Армения. Каждый год растет уровень команд, естественно, каждый год растет уровень вопросов потихонечку. И те вопросы, которые, допустим, мы задаем сейчас детям, немыслимо было бы задавать в далеком-далеком 2004 году. Сейчас это уже та вершина, на которой уже много лет карабкаются самые умные, самые сообразительные дети из всех наших соседних стран, особенно из Беларуси. В минулом году звание чемпионов завоевали россияне, юные интеллектуалы с ПРМИ. И все лето организаторы бачили их у якости махчимых переможцев, а головными соперниками лечили семянчане. Каждый вопрос можно считать научной проблемой. То есть, по сути, через интеллектуальные игры готовятся будущие ученые. Россиянам иногда есть чему поучиться. С другой стороны, мы вот приехали и хотим выиграть. То есть, как бы уровень российских команд, он считается одним из высочайших. Есть какой-то маленький шанс, что нас обгонят. Да, мы допускаем это, но будем бороться, стараться. До речи, чаканье суддям не оправдались. Звание переможца селета завоевала команда из Москвы. Это выник и розыгрыша Кубка Европы сярод юниоров. А у категории ювеналы чемпионом стала команда из Минска. Ганна Ковалева, Вольга Вальченко, Михаил Рабков, Игорь Марыщенко. Телерадио «Компания Гомель».